Да, коллеги, добрый день. Спасибо большое. Очень интересная дискуссия. Постараюсь уложиться как-то в укороченные сроки. Расскажу, что мы делаем. Мы поддерживаем клиника Скандинавия, поддерживаем доказательный подход и расскажу, как мы об этом думаем. Я председатель Совета директоров и генеральный директор Северокрупп Медицины. Северокрупп Медицина – компания, куда мы вывели разные стратегические инициативы, в том числе цифровизация и, например, научные коммуникаторы, научная редакция, которая изучает доказательный подход, у нас непосредственно управляется через Северокрупп Медицина. Расскажу, почему мы думали о доказательном подходе. Есть ценностный ответ. Я сама не медик по профессии, поэтому я скорее с позиции пациента. Мне очень понятно, что доказательная медицина тебе обещает, что твои шансы получить более подходящее для тебя лечение, они выше. Естественно, мы как клиника, которая заботится о наших пациентах, для нас это очень важно. При этом есть очень прагматичный ответ, если совсем честно, почему для нас это кажется такой стратегической установкой. То это три пункта. Первое, мы очень большие. Когда в сети 700 врачей, то репутация конкретно всей сети становится очень важной. Мы, например, не можем себе позволить… Скажем так, один гинеколог, гомеопат, он влияет на всех остальных гинекологов, которые есть в сети Скандинавии. И в какой-то момент это ещё можно… То есть понять, что можно с этим жить, наверняка даже. У нас сегодня есть кто-нибудь промышляет, что-нибудь совсем недоказательное в своих назначениях. Но тем не менее мы постоянно видим обратную связь от того, что это как капля дёгтя, да, в той репутации, которую мы создаём. И вторая история про наш масштаб, что очень хочется иметь преемственность в ведении пациентов. Например, мы два с половиной года владеем Скандинавией, где-то я помню ещё два года назад, когда мы вели разговоры, было слышно от врачей, что они, например, друг другу не доверяют, или не все доверяют, или как-то группами они работают, условно. Я знаю, вот, не знаю, гинекологи, когда направляют к другим специалистам, они знают конкретных людей, направляют к ним. А к другим не направляют, потому что, например, не очень доверяют. И вот эту историю не может не чувствовать пациент. Да, мы как клиника хотим, чтобы пациенту было безопасно, и хотел, и как бы, лечиться у любого нашего врача. И врачи тоже могли доверять. И вот это доверие, оно как раз нам кажется, что доказательный подход очень важен. Вторая история – это про то, как пациенты на это реагируют. Здесь, ну, вот, подтвержу, что Екатерина рассказала, не все пациенты просят доказательный подход. Очень смущает врачей то, что есть, остается когорт пациентов, которые ругаются, если не выписывают какие-то известные псевдолекарства. Вот, но при этом мы также видим, мы видим это каждый день, что тренд на доказательную медицину есть. И каждый день наши пациенты станут более образованными. И они там находят расстрельные списки препаратов, и приходят, и, соответственно, если слышат этот врач, они сразу не доверяют врачу. И опять это вопрос нашей репутации. Плюс мы видим, что там 9 из 10 пациентов, в принципе, гуглит свой диагноз. Не факт, что они что-то доказательно гуглят, особенно на русском языке, вот, но, тем не менее, они все время перепроверяют. И нам кажется, что доказательность – это был какой-то объединяющим звеном именно для клиники. Ну и третья история – стратегически мы очень хотим оцифровать управление клиникой. Вообще мы мечтаем алгоритмизировать часть лечения в том смысле, что я дальше буду рассказывать, как мы смотрим на контроль карт, как мы смотрим на стандарт и прочее, но понятно, что без IT – это бесконечный ручной труд, очень тяжелый. А циферизация очень много проблем может решить, но если у тебя нет каких-то хотя бы хоть какого-то единообразия в том, как мы лечим, доказательность не отвечает на все вопросы, но какую-то точку опоры дает, то если нет единообразия, то вообще даже нечего оцифровывать, нечего проверять, нечего контролировать. И нам кажется, что для нас это некая такая часть решения, часть пазла. Почему доказательными быть очень сложно? Дальше это невыносимая совершенно история, что тоже, повторю, очень много говорила Екатерина, медицинское образование в РФ очень сильно противоречит доказательному подходу. То есть какое-то такое впечатление… Я знаю, там есть клиника в Москве, они прям говорят, что у нас доказательные врачи – это врачи-диссиденты, то есть тебе сильно надо идти против мышления, если ты разделяешь доказательный подход. Наверное, это будет постепенно меняться, но пока, по крайней мере, мы повсеместно слышим от врачей, что их учили по-другому, и вообще там у них другая школа и так далее. Гораздо более важная проблема, что не так много единых доказательных и обновляемых стандартов, на которые можно операцией, которые защищат врача перед законом. То есть где-то что-то написано, есть очень продвинутые направления, где, по крайней мере, много литературы. А есть что-то, что вообще противоречит доказательному подходу. И врач, который действительно очень старается быть современным и следить, и внедрять это в работе, он постоянно должен делать выбор. Готов ли я идти на какие-то риски? Готов ли я что-то нарушать? А почему я делаю именно так? Это, конечно, такое незащищённость, и это некое одиночество вообще в профессиональном пространстве. Третья штука, что приверженность доказательному подходу требует знания английского языка. У нас очень мало ресурсов на русском. Дальше мы тоже отдельно об этом поговорим. Ну и это временные инвестиции на собственное обучение. Давайте по-честному, из частных клиник почти никто не инвестирует какие-то значительные временные или денежные средства на обучение врачей. В основном это касается обязательных баллов для сертификатов, а всё остальное на усмотрение самого доктора. Фанатов доказательной медицины в России очень мало. То есть если, например, мы хотели бы в Скандинавии завтра, чтобы все врачи были такие доказательные придерженцы, ну их просто нет столько. Вот у нас 700 докторов, 700 человек на Питер с медицинским образованием, которые искренне разделяют доказательные подходы и хотят это делать, их просто нет. И на Москву столько нет. То есть это некий такой совершенно очень узкий сегмент. И обычно эти врачи знают друг друга, они знают, где они работают, и как-то вот они прям так, это отдельная такая комьюнити. Говорил уже, что пациенты иногда прям сильно теребят воду тем, что очень громко заявляют, что мы к вам не пойдём, потому что вы нам не выписываете, что нужно. И врачу на самом деле, ну это тяжело, конечно, что ты такой один в поле воин, бьёшься за что-то, что лучше для пациента, но, к сожалению, ты споришь с рекламой, которая идёт из телевизора, споришь с другими врачами, которые говорят что-то там совсем другое, да. Но это тоже требует некой смелости лично. Ну и самое главное, доказательность, это, конечно, не панацея. Говорить, что мы сейчас станем доказательными, все наши проблемы идут, или точно наши пациенты будут всегда только выздоравливать, или вообще нам будет легче жить, ну, конечно, нет. Доказательность по определению не пресендафизирована. Доказательность, это что-то, это ответы на вопрос, это есть некое, есть какое-то число ответов, да, которые там в больших исследованиях как-то узнали, и мы можем это использовать. Но вот тоже Катя хорошо говорила, что уровень неопределённости не уходит. Это просто некая ступенька, на которой можно основываться и там давать более вдумчивый совет пациенту, да, и как-то дальше работать. То есть нам кажется, что это такой обязательный шаг в знаниях, но нам не кажется, что это там под заключительный шаг. Что тоже не добавляет, так как сложностей много, а выхлоп как бы тоже не всегда очевидный, то понятно, что доказательность, как слово звучит, а как реальная такая миссия, которая, или там приверженность, мы видим крайне-крайне мало и редко. Что мы делаем в Скандинавии? Прямо сегодня мы сделали такую большую реорганизацию всей сети. В Питере мы огромные, кто, соответственно, знает, и мы разделили всю поликлинику, весь стационар на медицинские команды. Например, в поликлинике у нас 25 медицинских команд. В каждой команде есть медицинский лидер. Например, команда гинекологов. У нас 90 гинекологов, у них есть главный гинеколог. Также мы разделили всю сеть по территориям. И в больших командах у медлидера есть помощники, которые тоже помогают. Расскажу про роль медлидера отдельно. Потому что, мне кажется, это интересно. Что важно по медицинских командам, что есть некая общность внутри специальности. Мы очень хотим, чтобы врачи знали друг друга, чтобы, соответственно, команда знала, куда мы стратегически движемся, именно медицинская стратегия, куда мы развиваемся, какие у нас навыки, что в мире происходит, что у нас принято, как мы работаем друг с другом. Та самая преемственность лечения и вообще какая-то единообразие. Что такое доктор Скандинавий сегодня или медицинская помощь Скандинавий сегодня, мы считаем, что через медицинские команды это будет как организационно будет помогать эту общность двигать. Через медлидера. Ну и важно было, что медлидер именно той же специальности. Потому что тогда он говорит не только административным языком, что появилась медицинская дискуссия вокруг профессии, вокруг твоей специальности. Роль медлидера нам пришлось полностью пересмотреть. Исторически, ну и обычно это бывает, что просто есть там один сам, не знаю, находит достойного врача и говорят, давай ты так же будешь главным по направлению. Но обычно достойный врач самый востребованный врач, поэтому он так же сидит на приемах, клиника зарабатывает на том, что у него он самый загруженный. И, соответственно, больше всего выручки приносит в клинику. Когда что-то случается, жалобы или что-то, он, конечно, подключается, но на этом заканчивается его работа. И он лицо направления во всех, на сайте, в каких-то публикациях. Нам кажется, что медицинский лидер это в первую очередь вдохновитель, лидер административный всей команды. Поэтому мы запрещаем работать больше одного дня в неделю на собственных приемах, что очень дорого для клиники, потому что у нас расходы растут, а выручки нет. И выручка падает. Но при этом четыре дня в неделю человек занят именно организационной деятельностью. Он нанимает команду, он работает с врачами. Третий пункт – создание системы обязательных коммуникаций. Раз в месяц все команды обязательно встречаются. Сейчас невероятно помог коронавирус в том смысле, что мы сейчас общаемся удаленно, и формат приживается, особенно для нашей сети, где столько отделений по всему городу. Я думаю, что мы в будущем будем использовать какой-то оффлайн и онлайн формат, потому что оказалось, что это неожиданно, очень удобно. И сначала все боялись, стеснялись, а сейчас очень привыкли. Поэтому медлидер, он объединяет весь коллектив, раз в месяц встречи, на встречах можно обсуждать что-то административное, можно делать клинические разборы, можно обсуждать новые стандарты, можно разговаривать о той же самой доказательной медицине, и как вообще мы лечим, разбирать какие-то конкретные кейсы, приглашать специалистов из других направлений, чтобы врачи тоже какие-то смежные вещи обсуждали между собой, знакомились, прочее. Это какая-то тоже, в том числе, человеческое, душевное, неформальное общение, о том, чтобы доктора чувствовали себя, что мы действительно в единой команде. И вот сейчас мы видим, что 25 медицинских лидеров у нас появилось, из них 5 крупнейших команд у нас. Это только я про поликлинику говорю, в стационаре тоже есть свои команды, но в стационаре там более понятная история, у нас один стационар, и они как бы все находятся физически рядом. А поликлиника, например, это локация по всему городу, поэтому там особенно было важно организационно поддержать, чтобы мы бы не были физически все разрознены. Поэтому 25 медлидеров у нас, и по 5 командам у нас по 4 помощника у медлидеров, и мы сейчас видим, что, ну, конечно, это прям дает свои плоды, в том смысле, что очень много активности идет именно от команд, очень много идей, очень много там образовательных даже инициатив поддерживаются именно командами. Это очень радостно наблюдать. Что делаем с точки зрения стандартов? Да, мы прошли невероятно долгий путь. Потом сначала мы думали, что мы сами, у нас есть медлидер, ну, появляются медлидеры, и вот они будут писать внутренние стандарты, показывать их своим докторам, как-то утверждать, не знаю, внутренним приказом с подписью, что сегодня мы лечим так, и это все распространять, и вокруг этого тоже обучение, например, и потом смотреть, как это живет в жизни. Оказалось, что писать стандарты очень долго и невероятно сложно, и почти ни у кого из медлидеров это не получается легко. То есть, видимо, это какая-то, ну, такая отдельная работа, которая требует тоже там огромного ресурса. И когда мы берем человека, который, медлидеры, мы от него хотим действительно такое лидерство, вот именно административно, возряжать всех, и двигаться вперед, а параллельно еще, говорим, «Отой, Дима пиши, там, не знаю, 80 протоколов по самым частым заболеваниям», то оказывается, что почему-то не получается. Когда мы поняли, что, видимо, мы хотим что-то невозможного, и если у всех не получается, значит, давайте подумаем, как это еще делать. Вот, мы стали искать, что есть, в принципе, из ресурсов на русском языке, нашли продукт компании ОГО. Это интересная такая система, она была сделана, основана на модели Финляндии. В Финляндии есть целая система, там, базы знаний, ну, как такая Википедия болезни, да, которая сделана для врачей общей практики. В основном, и, в общем, по всем поликлиническим случаям, там есть целая, в общем, энциклопедия постоянно обновляемых стандартов, каких-то статей, еще что-то. Это сделано, это выглядит действительно как Википедия, там, вне медицины, да, это вот ОГО. Российские ребята перевели это все на русский язык, адаптировали, что самое важное, адаптировали к российским стандартам, показали, где у нас расхождение, и всегда видно, где, например, у нас что-то обязательно, там, не знаю, другие лекарства или еще что-то обязательно к применению, да, или к назначению, чтобы врач это видел. Вот. Ну, и предлагают это как подписку, платную для клиника. Когда мы это увидели, мы сразу же подписались, решили пробовать, и поняли, что в целом не все направления это закрывают, например, там, травматологии почти нет, репритокологии вообще нет, да. Но вот все, что касается, все, что в базовой специальности вокруг семейного врача или педиатра или гинеколога, да, там очень много информации. И врачи, конечно, сначала так спасение посмотрели, говорили, что неудобно, что не надо, что привыкли к другому, но сейчас мы видим, что в целом это очень удобный ресурс. И там, где протоколы прямо прописаны, это, конечно, нас освобождает от того, чтобы, ну, то есть мы можем просто на них ориентироваться и в том числе вокруг этого обсуждать, а как мы лечим, а что у нас получается. А там, где мы видим, что этого нет, мы просим постепенно писать самим. Идет это медленно, но вот сейчас тоже опять был коронавирус, например, у нас половина сети была закрыта, потому что был запрет на все плановые приемы, даже в поликлинике. Поэтому много врачей было временно в простое, и вот в том числе это дало такой ударный импульс прямо в написании протоколов, что медлидеры как раз распространяли, распределяли, кто из врачей может чем заниматься, пока он не может вынужденно заниматься медицинской деятельностью. Следующая история, которую мы делаем, ужасно мучительно идет, но мы взяли прям коммитмент настоящий. Это обязательно контроль карт. 100% карт, это был прием, и, соответственно, все, что осталось после одного посещения пациента. В нашей медицинской информационной системе мы 100% проводим через автоматизированную проверку. Есть тоже стартап Докплюс, которые сделали такой движок, мы с ними протестировали, поняли, что нам нравится. И они там помечают, ну, в общем, у них как-то искусственный интеллект на самом деле как-то отмечает, что вот эти карты выглядят, что они прогоняют все карты, показывают карты, которые выглядят немножко аномально странно. И подсвечивают карты, которые стоит в первую очередь перепроверить наручным методом. Дальше те же медлидеры, их помощники, иногда у нас есть еще привлеченные эксперты, смотрят по каждому направлению, 10% карт. И уже ставят на целую систему оценок. И они смотрят, там, от базовых вещей, например, вообще заполнили, там, все поля, которые там требуются заполнить. Да, нет. там, не знаю, диагнозы, соответствуют ли поставленный диагноз достаточности сбора, ну, там, обследования, да, или там анамнеза прописана, еще что-то. Например, нет ли каких-то нарушений в назначениях относительно, там, индивидуальных особенностей пациента, аллергии и прочее. Ну, и у них там целая градация, достаточно все это систематизировано. И по этому методу медлидеры проверяют карты и отправляют дальше врачам, как, смотрите, вот ваша оценка. Здесь сложности пока, которые мы не решили в том, что не все доктора на это реагируют, да, некоторые как бы даже не смотрят, как проверили карты. Я буду дальше говорить о том, что мы приняли решение не штрафовать, никак денежно не привязывать оценку за контроль карт, ну, никакое денежное вознаграждение. То есть пока сейчас это все вокруг вот обсуждения, обсуждения, обсуждения. Вот. Вот. Идет медленно, но при этом наше общее видение, что мы хотим, чтобы доказательный подход и вообще желание как бы качественным оказывать медицинскую помощь, а заполненная карта, правильно заполненная карта, это в том числе и про качество. Потому что ты позволяешь тогда, ну, это по закону вообще-то очень важно, да, потому что это защищает и клинику, и врача. И дальше, если пациент идет к другому доктору, да, то другой доктор тоже окажет лучшую помощь, потому что предыдущий прием был хорошо заполнен. Вот. То есть нам кажется, что это просто правильная очень вещь. Вот. И с точки зрения... И мы хотим, чтобы ценностно... Мы хотим, чтобы это была ценность клиники, некое общее поведение, да, и не хотим за это платить деньги отдельно, да. То есть мы платим деньги, за то, что у нас есть... Мы не хотим отдельно платить именно за то, что у тебя хорошая карта. А если как бы плохие карты, то тоже работай, ну, просто без добавки. Вот. То есть нам... Поэтому нельзя... Не могу сказать, что прямо люди прочитали свои карты и что-то поменяли в своем поведении, но, наверное, половина пока уже... Половина реагирует, половина как бы раскачивается чуть медленнее. Удобные инструменты для медлидеров. У нас есть дэшборды как раз, например, по каждой медлидер всегда может посмотреть по своей команде. Например, дэшборд контроля карты. Сколько карт проверено, у кого какие... Какая средняя оценка, у кого там, не знаю, совсем низкая оценка, как это распределяется, где основные проблемные зоны и прочее. Это все видно каждый месяц. И мы стараемся сделать это максимально удобно, чтобы, ну, прям реально было удобно этим пользоваться. Сейчас мы рисуем такой проект «Паспорт врача», когда мы внутри медицинской команде делаем максимально много показателей относительно работы доктора. Там, конечно, и коммерческие показатели, там, не знаю, выручка, загрузка, еще что-то. Но и пытаемся и медицинские показатели, да, тоже увеличенная оценка контроля карт, а вот какие вот что... Ну, вот все, что я говорила про дэшборд по контролю карт, да, чтобы было видно лично по каждому доктору, например, какой у него прогресс, как он относительно других коллег в своей команде выглядит, какие у него там ключевые, я не знаю, ошибки случаются и прочее, чтобы все это было автоматизировано и тоже можно было использовать в общении между докторами. Я раньше показывала вот коммуникационную нашу стратегию, что мы предполагаем, что раз в квартал всегда медлидер встречается со своим врачом один на один, ну, часа на полтора, просто поговорить о том, как идут дела, что происходит, чем помочь. Это звучит как некая банальность, ну, конечно, все общаются, но когда у вас 90 гинекологов, да, и, например, раньше был вот один заведующий гинекологии, да, который сам на приеме 40 часов, ну, там, 30 часов в неделю, то понятно, что чисто математически не получается там с каждым из гинекологов даже лично поговорить, потому что я не говорю про то, что встретятся лично, да. Сейчас мы, как клиника, стараемся выстроить всю систему, чтобы это стало просто некой обязательной нормой, разговаривать друг с другом один на один, да, именно о враче, чем ему помочь, что ему не хватает, с точки зрения знаний, с точки зрения, там, личного комфорта, еще именно для того, и, соответственно, если у кого-то есть какие-то переживания относительно, почему мы должны доказательно лечить, почему мы так должны лечить, а почему я это делаю, почему от меня это требуют, чтобы все это можно было бы в какой-то безопасной, комфортной человеческой обстановке обсудить человек, ну, с кем у вас доверие, да, и в том числе, чтобы это был медик, да, не просто кто-то административно назначенный. И у нас есть собственный образовательный центр внутри Скандинавии, и, соответственно, мы очень готовы обучать, как только мы видим, что, ну, доктора, соответственно, хотят что-то рассказать другим, да, у нас есть система вебинаров, мы, в общем, приглашаем всех, координируем и прочее. Мы вот буквально две недели назад получили государственную образовательную лицензию, что-то огромная победа, и даже будем, в общем, пытаться как-то эти услуги распространять и вне Скандинавии, плюс обучать ради баллов МО, что тоже очень круто. Так, наверное, почти заканчиваю, да. Дальше, что такое доказательность для пациентов? До этого говорили, да, что в том числе нужно продвигать вообще идею доказательности в массы, уже этот тренд есть, точно идет дискуссия вокруг этого, слово уже звучит давно, давно активно. Вот, в общем, как мы об этом думаем, да, с чего мы начали, да, изначально у нас был научный отдел собственный внутри, который занимался тем, что искал достоверную информацию в мировом пространстве. То есть ребята обычно, это им там имеют биологическое образование, читают на английском, и, соответственно, вот шерстят все, что есть, да, и делают как бы хорошие очень саммари. То есть вот по этой теме, вот что говорит доказательное, ну, доказательное мировое сообщество, да, доказательное знание. Дальше у нас медицинская редакция, которая писала, специально умеет писать человеческим языком, не медицинским языком, а сложным, да, для наших пациентов, вот на основе, соответственно, вот информации, которую искал научный отдел. И обычно мы это все валидируем с врачами, у нас какие-то бесконечные споры на тему там, ну, то есть любая, вообще любая в медицине, любая штука может завести на какой-то невероятный там спор долгий. Вот, но тем не менее, как бы такая у нас была выстроена очень система, и она, в принципе, работает. Вот, но при этом мы все время думали, что хочется нечто большее, смотрели на другие страны о том, что часто, ну, вот NHS, например, да, в Англии, это целая база, я вот здесь написала справа, да, Medicine A to Z, целая база куда-то все, куда любой человек может прогуглить, что такое псориаз, и получить очень много информации, человеческим языком написанной, там, с картинками, с какими-то ссылками о том, что такое псориаз. Это база именно для пациентов, и, как бы, и никто даже не спорит, да, с тем, что как это лечить, как правильно, неправильно, то есть это становится некой нормой. В России такого нет, при этом люди действительно постоянно в поиске, как бы, ну, выходят из кабинета, начинают гуглить, что им назначили, и песковик, вот. Но дальше пространство, как бы, интернет, это некий такой, ну, очень разбросанный, не буду говорить слово мусор, ну, там, в принципе, много самой разной информации, и, как бы, без медицинского образования ты не можешь вообще понять, это, как бы, доказательно, это нет, это что, как об этом думать. Вот, поэтому мы решились построить собственную независимую медиаплощадку, назвали ее Купрум Медиа. Мы специально не привязываемся к Скандинавии и работаем со всеми доказательными врачами в РФ, и, ну, и, соответственно, планируем вот так это развивать, как независимая некоммерческая инициатива, ну, там, несколько следующих лет, потом, может быть, подумаем, там, как дальше это двигаться. Ну, вот пока у нас горизонт следующих трех лет, мы реально хотим построить номер один справочник и базы зданий доказательно, да, о здоровье в России на русском языке. И хотим, то есть две вещи, две составляющие там, это справочник информации, тоже от А до Я, да, по всем болезням, и это медиа, какие-то актуальные информации, там, блоги, статьи и прочее, каждодневное, да, ну, такой классический медиаресурс о всех темах здоровья, от медицины до питания, спор, сон и прочее. Сейчас мы запустились в соцсетях, у нас есть Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, ВКонтакт, и мы, есть, и у нас подкаст без шапки, тоже это инициатива от Купром Медиа, вот, он как-то неожиданно в коронавирус выстрелил, у нас там какой-то, без всякого продвижения, там, десятки тысяч скачиваний, вот, и мы открываем, вот, собственный сайт, мы в конце июля запускаем, и как раз можно будет посмотреть про вот тот самый справочник здоровья, который мы пишем. Сейчас мы просто пишем в стол и как бы ждем, когда сайт будет готов. Последнее, что хочу сказать, какие у нас основные уроки за два года наших попыток. Первое, я думаю, что потребуется еще два-три года. Вот, у нас уже внутри Скандинавии мы не спорим с докторами, почему это важно, а первое время очень долго спорили, что ваша доказательная медицина вообще отлукавывает, встаньте, у нас здесь питерская школа. Вот, но я думаю, что для того, чтобы мы действительно могли там заявить, что Скандинавия, вся Скандинавия, это там клиника, где строго придерживаются принципов доказательной медицины, я думаю, еще потребуется какое-то время. Чтобы в эту историю двигаться, нужно доверие акционера и нужно вовлечение всего руководства. Очень много, что я произнесла, это такое движение сверху. Это значит, что там мы в это верим, мы нагружаем все ресурсы, мы как бы не боимся каких-то плохих, то есть мы готовы к тому, что будет идти долгом, мучительным и прочее. Вот, и это такой прям очень большой, ну то есть снизу эта инициатива никогда не пройдет, вот просто никогда. Это может быть только сверху, очень так, ну насильственным, не насильственным методом, но все равно очень цинализованным методом, что мы все делаем так, значит так. И подстраивать всю систему, все инструменты под это. Финансовая отдача не будет никакой, вот просто никакой в моменте, да, то есть я думаю, что это какая-то совсем супердолгая история инвестирования в репутацию, что может быть, что там ты вот пять лет это делаешь, что ты оторвался так от всех других клиник, что всем понятно, что вот надо идти туда. Ну и точно это, отрываться надо не только в доказательном подходе, это прямо целое, ну то есть вообще нужно много чего в клинике менять, да, чтобы получилось. А в моменте это только расходы, это расходы на зарплату медлидеров, это расходы на все инициативы контроля карт, расходы на обучение, расходы на подписку на ОГОМ, расходы, не знаю, ну вот подписку у нас сейчас врачи, что тоже невероятный успех, пришли, попросили, говорят, а мы поняли, что нам и up-to-date нравится, даже те, кто на английском не свободно говорит, там все, говорят, все равно, ну все равно очень понятно врачу, и можно перевести без проблем, врачи, а купите нам подписку. Ну вот это все, это расходы, 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 да, а пациент, благодарный пациент в моменте не приходит, скорее какие-то жалобы огребешь, ну вот, то есть я такого слова сказать, что врач, например, там, как-то вот мы массово, не знаю, перестали назначать орбидолы, у нас выросла там загрузка врачей, ну конечно нет, ну почему, ну как-то, к сожалению, так не работает. Намного легче идет со всеми, ну с новыми докторами, с молодыми докторами, они как-то сразу разделяют видение и понимают ожидания. А с врачами, которые там, там 20 лет, я не знаю, там профессора, и 20, последние 20 лет работали, как хотели, имеют им собственное имя, свой поток пациентов, им в принципе чихать хотели на то, какая, в какой клинике доказательный подход или нет. Ну и здесь тоже надо как-то с самим собой договариваться, где мы там терпим, да, и говорим, что ладно, вам можно, а где мы как-то пытаемся, в общем, более жестко разговаривать. Ну либо где-либо, и постоянно как бы все равно говорить, 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 потому что даже, ну люди все равно меняются, просто с разной скоростью. Вот. Ну в целом, конечно, с молодыми, с новыми доказательными намного легче. Лучше всего работает личный пример медлидера, вот, и постоянное обсуждение, то есть если медлидер заряжен, то оно как бы хорошо идет. Если медлидер, на самом деле не очень разделяет, то оно идет вяло. Я говорила о том, что мы сознательно не хотим вводить штрафы, и даже премии за доказательность не хотим. Мы считаем, что это должно быть на уровне ценности, и мы не хотим платить за это деньгами. Нам кажется, это некая порочная история. В общем, мы как клиника инвестируем максимально в обучение доктора, считаем, что быть образованным, доказательным, там, развивающимся, стремящимся к собственному, да, там, развитию во всех сферах медицины, от доказательности до коммуникации, это некая радость для врача. И мы как клиника очень много в этом инвестируем. И в итоге мы уверены, что это сделает врача более востребованным, да, это хорошо и ему, и нам. Самое сложное в этой истории объяснить врачам зачем. Я не уверена, что мы пока справились. Вот, но мы постоянно ищем тоже, как бы на какие истории рассказать, какие примеры показать, какие истории успеха найти, на какие ноты нажать, как вообще об этом разговаривать, чтобы оно получилось. Вот, ну, надеюсь, не знаю, через год, если поговорим на такой вот, на эту тему, может быть, будут у нас какие-то другие, какие-то еще успехи и уроки. На этом у меня все. Есть здесь мои контакты. Если что-то откликнулось, то мы всегда открыто общаться. Поэтому буду рада со всеми познакомиться. Спасибо, коллеги. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok